МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. 25 сентября в городе ограничат движение по улице Самарской. Это необходимо для продолжения строительства станции метро Театральная. 4 новых спортивных площадки и 5 отремонтированных. Депутаты городской думы проверили, как эксплуатируются спортобъекты, которые появились в школах Самары благодаря областной программе. Физики-не лирики в Самарском университете в день рождения Циолковского отметят Всероссийский день физики. Более 400 работ от мастера с мировым именем. Выставка излома подлинного творчества самарской художницы Алисы Самаринкиной открылась в галерее «Новое пространство». Прервали серию неудач. Хоккеисты ЦСК ВВС одержали первую победу в ВХЛ. В Самарской области ежегодно создается 10 тысяч новых рабочих мест. Глава региона Дмитрий Азаров ведет системную работу по привлечению инвестиций, строительству новых предприятий, поддержке среднего и малого бизнеса. Благодаря этому уровень безработицы в области сегодня достиг исторического минимума. Найти работу, пройти переобучение или получить новую профессию жителям помогают в службе занятости населения. Впервые в регионе прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Было представлено свыше 7 тысяч вакансий, 170 предприятий и организаций Самарской области. Многие соискатели именно там выбрали работу по душе. Всероссийская ярмарка трудоустройства состоялась благодаря комплексной модернизации службы занятости Самарской области. Обновляется вся региональная сеть центров, внедряются новые сервисы и услуги для граждан и работодателей, которые можно получить как при личном визите, так и дистанционно. Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. Причиной повышения ставки стало усиление проинфляционных факторов, мешающих достижению целевого показателя инфляции в 4%. В сообщении уточняется, что отдельные риски, двигающие цены вверх, уже реализовались, включая рост внутреннего спроса, опережающие возможности расширения выпуска, а также ослабления рубля. Отметим, повышение ставки стало третьим подряд после того, как с сентября прошлого года по июль текущего ставка сохранялась на уровне 7,5%. Ориентировочно с 25 сентября в городе ограничит движение по участку улицы Самарской в границах Ярмарочной. Об этом рассказали на еженедельном совещании по теме метростроя в мэрии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Сейчас специалисты прорабатывают все нюансы, в том числе относительно объезда по улице Ярмарочной. Связаны новые меры с продолжением строительства станции метротеатральные. В рамках нового этапа работать будут в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части города расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. На территории по улице Самарской установят водоотливную установку, санпропускник – вентиляционную камеру. Будут возводить сбор секущей сваи, просто там будет новая установка и буриться, она чуть помощнее из-за глубины, специальным столом, она весит порядка 120 тонн, на глубину 28-35 метров. А так все то же самое, что происходило и на станционном комплексе. Локация от границ улицы Ярмарочных по улице Самарской – самая глубокая точка отрезка метрополитена от станции Алапинска до станции Театра. Во время подготовки к новым ограничениям движения специалисты не обойдут стороной вопрос состояния прилегающих улиц. Планируют провести аварийно-ямочный ремонт Галактионовской, Садовой и Ярмарочной. Ответственный за это Департамент городского хозяйства и экологии. Не менее важен и вопрос восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской. Напомним, что накануне это обсуждалось на встрече с местными жителями в администрации Ленинского внутригородского района. В связи с продолжением строительства метро, некоторое количество деревьев и кустарников придется убрать. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участки будут засажены кустарниками и травой. Порядка 67 деревьев разных размеров и пород высадят потом на прилегающие территории, пояснили в региональном управлении капитального строительства. Глава Ленинского района Елена Бондаренко подчеркнула актуальность подобных встреч и открытого диалога с жителями. У горожан возникают вопросы в связи с планируемыми работами, и они могут получить ответы на них напрямую. Кроме того, среди актуальных задач остается завершение процесса расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. От этого также зависят сроки дальнейшего строительства станции метро. Трассу Самара-Новокубышевск капитально отремонтируют в 2024 году. Минтрансрегионы уже занялся поиском подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, на трассе необходимо обновить дорожное полотно, мост, пересечение и примыкание, а также освещение. Срок выполнения работ с 1 апреля по 1 ноября 2024 года. Власти готовы заплатить за ремонт 1,2 млрд рублей. Сейчас идет процесс подачи заявок. Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона, итоги которого планируют подвести 3 октября 2023 года. В самарских школах открылись новые спортивные площадки. К началу учебного года на территориях общеобразовательных учреждений установили мини-поля для футбола, зоны для воркаута и другие. Всего 4 новых объекта. Появились они благодаря областной программе по популяризации спорта. Ее реализуют ежегодно. Качество готовых спорт-объектов оценили члены комитета по образованию и социальным вопросам Самарской думы. На одном из выездных совещаний парламентарии проверили, в каком состоянии находятся новые площадки и как их эксплуатируют. Также депутаты обсудили возможность установки спорт-объектов и у других школ. Одна из таких находится в советском районе Самары. Михаил Ермойенко расскажет подробнее. К началу учебного года в школах Самары появились 4 новых спорт-объекта. Мини-футбольные поля, зоны для воркаута и площадки для общей физподготовки. Реализовать проекты помогла областная программа по развитию физической культуры и спорта. Это здоровый образ жизни, это уже предпрофессиональная подготовка, все здесь можно реализовать. И я вдвойне рад, что на 4 площадки стало больше. Благодаря программе в текущем году еще 5 спортплощадок после ремонта и модернизации вернули в систему образования. Всего открыли 9 объектов. Строят и благоустраивают спортзоны как на средства областной программы, так и бюджетов других уровней. Идется финансирование городского бюджета в части подготовки площадки и в части ее потом благоустройства. Соответственно и на себя муниципалитет берет обустройство этой площадки, ну скажем так, вокруг. Во время выездного совещания профильного комитета депутаты проверили состояние действующих школьных спортивных площадок и обсудили возможность установки новых объектов в следующем году. Одно из мест – школа номер 87 в Советском районе. Парламентарии отметили, что здесь есть возможность установить хоккейную колду, которую смогут использовать всесезонно. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В пятницу 15 сентября в Самаре загорелось заброшенное здание. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. В 10.39 поступило сообщение о пожаре по адресу Советский район, улица Калинина 1. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Для тушения пожара были привлечены 114 человек и 38 единиц техники. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, возгорание произошло в подвальном помещении бывшего подшипникового завода. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Горение происходит в подвале. Имеется большое количество технологических отверстий. Вход в подвал, где находится масло, в настоящий момент невозможен. В связи с угрозой для личного состава. Будет проведена пенная атака, а также производится постоянное охлаждение строительных конструкций. Далее коротко о других темах дня. По данным Приволжского УГМС, в период с 15 по 18 сентября местами по региону сохранится высокая пожарная опасность лесов. Четвертый класс. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нельзя поджигать сухую траву на парях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты, использовать в лесу пиротехнику. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей. Молодые люди Самарской области могут получить до миллиона рублей на проекты. Для этого жителям региона в возрасте от 14 до 35 лет необходимо подать заявки на конкурс молодежных проектов «Росмолодежь». Авторы социальных проектов могут получить консультацию от экспертов конкурса в рамках проекта «Корпорация знаний». Это цикл обучающих мероприятий по проектированию, планированию, финансовой грамотности. Проект реализует правительство Самарской области в рамках нацпроекта «Образование». Напомним, активная молодежь Самарской области уже успела себя проявить. В первом сезоне конкурса 12 победителей с общей суммой 18 миллионов рублей. А в 2022 году поддержку получили 27 участников от Самарской области с общим объемом финансирования более 26 миллионов рублей. С 14 по 24 сентября в Самарской области пройдут рейды по выявлению фальшивомонетчиков. Чаще всего в регионе подделывают пятитысячные купюры, поэтому к этим деньгам будет пристальное внимание правоохранителей, сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Как отметили в полиции, местами сбыта поддельных денег являются в основном рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. Фальшивомонетчики воспроизводят большинство из способов защиты, но учесть все нюансы им не удается. Поэтому при детальном осмотре поддельной купюры можно увидеть несоответствие. Например, подделку номиналом 5000 рублей можно распознать по характерному глухому шуршанию. При обнаружении поддельной купюры необходимо сразу обратиться в полицию. Не надо пытаться сбыть ее, так как в этом случае человек становится преступником и может быть привлечен к уголовной ответственности. В Самарской области участились случаи отравления грибами. За 8 месяцев этого года их отмечено 60, что на 13 больше, чем в аналогичный период 2022 года. Лишь единицы из этих случаев связаны с употреблением ядовитых грибов, сообщили в Роспотребнадзоре. Как пояснили специалисты, отравиться можно и съедобными грибами при неправильной их обработке и консервировании, что нередко и происходит с самарцами. Чтобы этого не случилось, надо соблюдать определенные правила. Выбирать места для сбора грибов лучше подальше от дорог, не собирать старые, мягкие и трухлявые грибы, так как они могут накапливать вредные продукты из окружающей среды. После сбора тщательно перебрать, промывать и подвергать термообработке. На федеральном портале ЗАГСа опубликовали распространенные и необычные имена девочек и мальчиков, рожденных в 2023 году. Чаще всего жители нашего региона называли своих дочерей София, Ева, Анна, Виктория и Мария, а сыновей Михаил, Артем, Александр, Максим и Матвей. Список необычных имен, которые самарцы выбрали для младенцев, не менее длинный. Женские – Глафира, Дамина, Гаяне, Уултай, Рабия. Мужские – Самандар, Натик, Элбай, Джамаль, Вираб. На федеральном портале ЗАГСа можно узнать, как называли детей в других регионах России. В Москве, например, лидируют имена София и Александр, а в Башкирии – Амелия и Амир. В областном центре 17 сентября, в день рождения Константина Эдуардовича Циолковского, отметят Всероссийский день физики. Его проведут на площадке Самарского государственного национального исследовательского университета имени Королева. Подробности в репортаже корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Студент первого курса Самарского госуниверситета Михаил Хроменков поступить на факультет физики и впоследствии стать ученым мечтал с пятого класса. Сегодня он уже осваивает азы работы с приборами в одной из лабораторий вуза. Меня физика всегда привлекала. Мне всегда нравились не только вычисления, но и лабораторные работы. Мне интересно вообще, что дальше будет в физике, как она будет в дальнейшем развиваться. А себя я вижу в дальнейшем, ну, скорее всего, ученым. Михаил не исключает, что в дальнейшем сам будет развивать эту науку и изобретет самую обыкновенную машину времени. Пока я, конечно, не весь спектр физики знаю только и учусь, но больше всего привлекает квантовая физика. То есть идея квантовой физики, как перемещение во времени. 17 сентября, в день рождения Циолковского, ученые сообщества отпразднуют Всероссийский день физики. В Самарский госуниверситет приглашают учащихся средних специальных заведений, старшеклассников и их родителей. В этот день для них проведут физический диктант, инженерные игры. Ведущие ученые прочитают онлайн-лекции. Эта акция призвана популяризировать физику. Знание физики, наоборот, укрепляет работу в других областях, о чем свидетельствуют многочисленные примеры студентов, которые окончили физические факультеты. Многие, не работая, собственно, по специальности физики, уходят в другие области, например, в юриспруденцию, и вполне успешно и там. Проблему нехватки кадров на предприятиях специалистов в области физики обсуждали на совете ректоров вузов Приволжского федерального округа, который прошел в Самаре на площадке Всероссийского форума «Вектор самарской науки» на минувшей неделе. Ученые из разных регионов поднимали вопрос, как привлечь абитуриентов в вузы, где изучается физика. Вот есть предложение, а если бы мы на следующий год, год Академии наук, 300 лет, попросили объявить годом физики, и тогда все были бы скоординированы на этом, каждому надо сказать, что он сделал в год физики, у нас улучшилась бы кооперация, и лучше подводились бы итоги. Ранее на окружном совете было предложено на целевые места высокотехнологичных предприятий не сдавать ЕГЭ по физике, а сдать ее в виде экзамена в выбранном вузе. Регионы могут обсудить и поддержать это предложение. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Набили тату, собрали урожай помидоров и купили новую гитару. Чем еще запомнилась самарцам и гостям города уходящая рабочая неделя? Какие планы они уже построили на выходные, выяснил наш корреспондент Ксения Баканова. Мы только недавно приехали, вот ходим, гуляем, изучаем достопримечательности, собираемся на балет ходить, в цирк. Правда, говорят, слоны уехали уже. Колледж первая неделя прошла успешно. Пытаюсь устроиться на работу, вот скоро второе собеседование будет. Вот сегодня с друзьями гулять и кайфовать. И завтра тоже, и послезавтра. Рабочая неделя в декрите – это прекрасно. С утра ты просыпаешься, одеваешь ребенка, выходишь на Ленинградскую и наслаждаешься солнышком пока что осенним. В общем и целом позитивный настрой. Мы приехали из Екатеринбурга в командировку, по набережной погуляли. И вот сейчас в супер какое-то классное пространство сходили, очень красиво. Мы сейчас поедем сегодня в Тольятти, тоже по работе. Там, наверное, до Занка Грибальди доедем. Встретили людей, которые приехали из Нижнего Новгорода посмотреть нашу Самару. Поэтому все замечательно. Самое главное событие – это созревание помидоров в домашних условиях. Татушку себе набила. Ну, показывать не буду. Вот, понедельник. Ну, не сказать, что балет. Очень хотел. Люблю гулять на набережной. В Струковском парке. Вот, помогаю молодой племяннице. Выгуливаю собачку. Хорошую собаку, умная. Как зовут? Ларик. Ну, например, у меня был трудовой подвиг – помыть окна дома. Поэтому занималась бытом, красотой. У нас праздники все закончились. Будем ждать зимы, когда пойдут дни рождения, новые годы. Пять лет назад я потерял гитару свою. А прошедшую неделю я купил себе гитару. Я встретил друга. Он играет в подземном переходе на революционке на гитаре. Вот, записал его. Интересно. Иду, сейчас слушаю. Маленький голосочек. На танцы я ходила. Вот, просто гуляла по набережной, по Ленинградской у нас. Вот, в принципе, все было очень здорово. Весело прошла неделя. Выставка «Изломы подлинного творчества» самарской художницы Алисы Самаринкины открылась в галерее «Новое пространство». На суд зрителей представлено более 400 работ. С какими материалами работает мастер и почему у выставки такое оригинальное название, расскажет наш корреспондент. Ее жизнь и ее искусство тесно взаимосвязаны, рассказывает известная во всем мире самарская художница Алиса Самаринкина. Поэтому не случайно персональная выставка в областной библиотеке в галерее «Новое пространство» называется «Изломы». Мастер работает с разными материалами. Керамика, декоративное панно в технике батик, мелкая пластика из фаянса и просто картины. Почти вся ее мастерская, а это более 400 работ, выставлено для посетителей. Через ее искусство самарцы смогут узнать о ее непростой жизни. Я разный художник, очень, неповторяющийся. Получается, что плюс еще работаю в разных техниках. И это было сложно немножко сочетать, как это будет сочетаться все вместе. Как бы автор один, но очень разный. С каждым переходом, с каждым изломом, так называемый, человек растет и меняется. Когда у меня был очень сложный период, когда не стало моего отца, это вот 2000 год, и чтобы как-то быть ближе к нему, я смотрела на его работу, у меня тоже был художник, и по его эскизам, по его каким-то зарисовкам я сделала вот эту серию работ, которые в том зале, чтобы немножко быть ближе. И это меня немножко лечило. Член Союза художников России Алиса Самаринкина выставку готовила целый год. В каждой комнате галереи зритель увидит определенный этап жизни, творческие и душевные искания и изломы мастера. В ее удивительных работах организаторы уверены, выставка обещает быть самой насыщенной и разноплановой. В ней представлены как первые произведения художника, так и еще находящиеся в работе. Это итог многих лет труда, подчерст тяжелого, сделанного хрупкой девушкой. Эффект бомбический. Это красиво. Во-вторых, он почувствует свет и тепло этих рук, которые сделали такой фантастический объем прекрасных вещей. Представлены на выставке изломы и картины, признанные шедеврами во всем мире. Например, за одну из них Алиса Самаринкина получила президентскую стипендию на выставке «Лики России». Увидеть и оценить творчество гениального самарского художника можно до 7 октября в областной библиотеке в галерее «Новое пространство». Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС одержали первую победу в сезоне. На домашнем льду самарцы одолели гостей из Ростова. Тольяттинская «Лада» проиграла первый спаренный матч «Металлургу» из Магнитогорска, а баскетболисты «Самары» имеют шанс выиграть предсезонный турнир в Краснодаре. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС одержали первую победу в сезоне. До игры с Ростовом самарцы оставались единственной командой в ВХЛ без побед. Изменить это удалось в домашнем матче против Южного клуба. Гости первыми открыли счет на шестой минуте. Отыграться летчикам удалось лишь под занавес второго периода. Третий игровой отрезок самарцы начали с гола, и уже пришла очередь ростовчан отыгрываться. Сделать это им удалось на 46-й минуте. Но почти сразу Калмогоров вывел ЦСКА ВВС вперед. Эта шайба и стала победной. 3-2 в пользу самарцев. После игры Калмогорова наградили летным шлемом. Этот переходящий приз будут вручать лучшему игроку победных матчей. Хоккеисты «Лады» не смогли поддержать победную волну своих земляков и уступили в матче к КХЛ на выезде к Магнитогорскому Металлургу. Хозяева игру начали без раскачки и уже на 45-й секунде открыли счет. А на пятой минуте уральцы удвоили преимущество. После неудачного старта автозаводчане пришли в себя и стали больше атаковать. К началу третьего периода счет удалось сравнять. В основное время победителя выявить не удалось. А в овертайме Макар Хабаров точным броском принес победу Металлургу. 2-3 – поражение «Лады». Тольяттинцы на пару дней останутся в Магнитогорске. Следующий матч они проведут снова против Металлурга 16 сентября. Баскетболисты Самары вышли в финал предсезонного турнира в Краснодаре – Кубан Кап. В полуфинале волжане играли против Пермской Пармы. В первой четверти соперники обменялись рывками. Сначала самарцы вели 6 очков, а затем пермики добились такого же преимущества. После чего волжане захватили лидерство в матче и позволяли лишь приближаться на расстояние одного точного броска. В последней четверти преимущество удалось удержать – 78-72 победа Самары. В финале команде предстоит встретиться с хозяевами турнира «Локомотивом Кубань», которые в своем полуфинале уверенно одолели московскую руну 86-69. Назначенные арбитры и инспекторы на матче 8-го тура футбольного чемпионата России игру ЦСКА «Крылья Советов», которая состоится в субботу 16 сентября в Москве, будет обслуживать судья Артем Любимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. В чемпионате, первенстве и Кубке России Любимов судил 9 матчей с участием «Крыльев». Болжане 4 раза победили, 2 раза сыграли в ничью и 3 раза проиграли. Также судья дважды работал на матчах «Самарцев» и ЦСКА. В обеих встречах москвичи побеждали с минимальным счетом. Представители сборной Самарской области по регби – Георгий Андронов, Кирилл Дорофеев, Сергей Власов, Виталий Соловьев, Амир Шамшуддинов и тренер Максим Саврасов – в составе национальной сборной команды России отправились на международный турнир в Кыргызстан. В эти выходные в городе Бактуу-Долонату они поборются за трофей в пляжном регби. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович» над временем в самом разгаре, сообщает в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Для любителей культурного отдыха в рамках фестиваля проходят самые красочные премьеры этой осени. 15-16 сентября премьера балета «Барышня и хулиган» в Самарском академическом театре оперы и балета. 21 сентября в 19.00 на сцене Самарского академического театра драмы состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм река. Жизни океан». 23 сентября в 18.00 в Самарской филармонии «Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Альтра Кора» представит концертную программу «Дмитрий Шостакович в зеркале эпохи». А 25 сентября в 18.30 на сцене Самарской филармонии выступит российский национальный оркестр с симфоническим концертом ко дню рождения Шостаковича. В телеграм-канале Красноглинского района информируют о том, что библиотеки предоставляют новую услугу – электронный каталог. С его помощью вы сможете, не выходя из дома, самостоятельно найти книгу, статьи из самарских периодических изданий, публикации из журналов и газет и многое другое. С 18 по 22 сентября в Самаре пройдет 16-й международный кинофестиваль «Соль земли», который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Говорится в телеграм-канале промышленного района. Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам. Жителей Октябрьского района приглашают пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуги. В телеграм-канале Октябрьского района сообщают, что профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии. Ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова